А вы в курсе, что на курортах Краснодарского края с начала года уже отдохнули более 2,5 миллионов человек? А летом количество туристов превысит 10 миллионов. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей региона. И сегодня мы поговорим о развитии туризма. До старта пляжного сезона на Кубани остаются считанные дни. Сейчас главная задача – обеспечить туристам комфорт и безопасность. Как это сделать, обсудили на координационном совещании в Геленджике. Его провел губернатор Вениамин Кондратьев. В большом совещании приняли участие руководители силовых структур края, главы прибрежных территорий, а также представители санаториев и отелей. На встречу оценили готовность пляжей, дорог, кафе и ресторанов к приему гостей со всего мира. Также глава региона прогулялся по знаменитой набережной города и посмотрел проект нового парка в 30 гектаров. Смотрим сюжет. В Сочи, Анапа и Геленджик стали самыми популярными направлениями россиян на майские праздники. Кубанские курорты приняли около 400 тысяч туристов. Приморские города приезжали, чтобы насладиться видом или просто отдохнуть. А некоторые, несмотря на переменчивую погоду и прохладное море, открыли сезон купальный. Официально курортный сезон откроется только 1 июня, но уже сегодня важно обеспечить безопасность и правопорядок там, куда стремятся отдыхающие. Один из таких городов – Геленджик – сегодня посетил Вениамин Кондратьев. В первую очередь вместе с главой города губернатор осмотрел центральный пляж. Вход здесь есть? Да, вход также, вон там вход. И для людей с сравнительными возможностями, Вениамин Иванович, вход. Вот детские зоны для купания. Я хочу сказать, что достаточно хорошего уровня сегодня пляжа в Грижике – это однозначно. Попробуем не то, что мы увидели. Я думаю, что если мы в таком же их режиме будем поддерживать, в таком состоянии в течение всего курортного сезона, конечно, это не может не радовать отдыхающих. И сегодня стратегическая задача – сделать так, чтобы эти впечатления с людьми жили до следующего курортного сезона, и они снова захотели сюда вернуться. Поэтому это не только перед началом сезона. Это в течение всего сезона курортного мы должны пляжи именно держать в таком состоянии. Первый серьезный поток отдыхающих уже потянулся в Геленджик. Только за майские праздники здесь отдохнуло более 100 тысяч человек. Прогуливаясь по городу, губернатор оценивает готовность кубанского курорта к наплыву туристов. Говорит, на майские праздники было много. Хорошо было. Хорошо было? Ну, надеемся, на лето. Готовы? Да, осталось-то. Сейчас школа закончится. Родили деток с собой и Геленджик. А вы уровень держите? Уровень? Мы держим. Стараемся. Будем рады видеть вас в гостях. Геленджик – поистине народный курорт. Здесь есть гостиницы и пансионаты для любого бюджета. Да и насладиться традиционными приморскими блюдами можно как и в ресторане, так и в небольшом кафе. Вениамин Кондратьев отметил, отдых должен быть комфортным для людей с любым уровнем достатка. В Бельжишке есть и дорогие рестораны, есть среднего класса, есть и вот такие. И они должны тоже быть. У нас демократичный курорт Геленджик для всех слоев нашего населения. И социальных уровней для всех. Это главное, принципиальное отличие Геленджика. И мы его должны сохранить. Геленджик ежегодно приезжает около 4 миллионов туристов, отдыхающих, которых уже не удивишь морем и пляжем, предлагает заняться парусным и подводным спортом. Тем более, что в курортном городе скоро появится такая площадка прямо на набережной. Также мэр Геленджика Алексей Богатистов представил губернатору проект нового парка площадью более 30 гектарах. Это примерно 40 футбольных полей. Кроме зеленой зоны будет серфинг-центр 45-метровой волной, ледовый каток и концертная площадка на 3000 мест. Вениамин Кондратьев подчеркнул, в первую очередь при строительстве таких объектов нужно ориентироваться на желания людей. Вот мы должны только не ошибиться, что будет являться приоритетным для них досугом, развлечением приоритетным. Это надо откнуться от жителей, от их мнения, коллеги, отдыхающих. И вот сегодня, когда мы парк как центр сделали магнитом, то инвесторы высказали желание уже обрамить парк, уже дополнительными досуговыми центрами для того, чтобы, естественно, зарабатывать. Вот здесь все должно остаться для горожан, жителям, тем, кто будет потом жить в этом городе и отдыхающим. Выиграем все мы вместе взятые. Парк этот не может, ни одна сотка не может продаться, ни одна. Более подробно о подготовке края к курортному сезону говорили уже на координационном совещании. В нем приняли участие руководители силовых структур края, главы прибрежных территорий, а также представители санаториев и отелей региона. В начале заседания Вениамин Кондратьев делится впечатлениями от сегодняшнего посещения Геленджика. Современные отели, чистые улицы и прибрежные зоны, конечно, радуют глаз туриста. Но и здесь есть что доработать в вопросах безопасности. В частности, это касается набережных, которые должны быть открыты только для пешеходов. И сегодня мы по Геленджику, когда с коллегами проехали, безусловно, есть курортная составляющая, которая говорит о том, что город Геленджик, как курорт, естественно, делает все, чтобы стать курортом более массового посещения пляжей в хорошем состоянии. Но вместе с тем, вот, выехать на эту красивую набережную можно беспрепятственно. И неважно, хоть на КамАЗе, хоть на любом транспортном среде. Вот, Алексей Алексеевич, каждую набережную, начиная от нашего Азовского побережья, кончая с точи, просмотреть в тестовом режиме, комиссионно и доложить. Такие встречи в рамках координационного совещания проводятся для того, чтобы сверить часы прямо перед началом курортного сезона. И здесь нужно говорить напрямую о проблемах, которые могут сорвать безопасный отдых туристов, напоминает прокурор края. Вот момент, который звучит в докладах, обтекаемая. Не услышали мы, да, там, что я сегодня не сделал вот это, нет вот этого. Нет этого. Не нужно прятать. Оно все равно выпадет на оружие. Нужно вовремя увидеть свои недостатки, недостатки своих коллег и начать их исправлять. А для этого мы и спрашиваем, что нужно для того, чтобы исправить эти проблемы и вопросы. От жителей и гостей края поступают жалобы, что нередко владельцы арендованных пляжей закрывают проход к морю. Чаще всего это происходит в Туапсинском районе, Сочи и Геленджике. Такой подход из 90-х губернатор назвал неправильным. Некоторые осмеливаются даже брать плату за проход к морю. Яркий пример – Бугасская коса. Вот здесь, если они находятся у санаториев, эти пляжи, я не против. Пусть ухаживают, пусть в первочередном порядке для тех, кто находится в санатории, места, лежаки там может быть, ну и все, кто мимо проходит, они тоже имеют право зайти на этот пляж. Вот за этим надо тоже следить. Я и к главу муниципальных образований обращаюсь, в том числе и тем, кто осуществляет надзорную функцию фискальную. Не может такого быть, чтобы, если пляж у санатория, больше на него никто зайти не может. Не может по закону, по нашему, по федеральному законодательству. Создать конкретные условия бесплатно лежаки могут выдавать для тех, кто проживает в этом санатории, отдыхает либо лечится. Могут. Ну а все остальные могут так же туда прийти, только уже лежат брать за деньги. Услуги пляжа предоставляются за деньги, платно, не вопрос. Но зайти может любой, любой. В своем докладе временно исполняющей обязанности начальника МЧС по краю Иван Лунев отметил те муниципалитеты, в которых остро стоит проблема, купальных зон у водоемов. Некоторые из них не подготовили к курортному сезону. Неполученная информация по оборудованию организованных зон купания на территории 26 муниципальных образований степной зоны, которые вот здесь представлены на слайде. Также, как показывает предварительный прогноз, планируется сокращение 22 пляжей, в том числе 11 в городе Сочи, 10 в Темрюкском и 1 в Приморско-Октарском районах. Буквально в качестве справки, Веним Иванович, у нас с 2013 года на сегодняшний день количество пляжей уменьшилось на 68 единиц, более чем на 10%. И это тогда, когда количество отдыхающих на территории Краснодарского края ежегодно растет. Вот эти вот главы муниципальных образований, которые не подали заявки на эти купальные зоны, но не будет у вас купальных зон. Не будет. И, знаете, это не у вас не будет. Здесь, наверное, неправильно. У жителей этих муниципальных образований 28 не будет купальных зон. И кого вы обманываете? Сами себя? Ну, ведь правильно сказал Иванович, все равно пойдут купаться. Дети пойдут купаться. Вы им не запретите. И вместо того, чтобы упорядочить и создать купальные зоны, сказать вот здесь, вот здесь и вот здесь можно купаться. Мы вообще ничего не создаем. Ну, кому такая работа нужна? Курортному сезону подготовлен личный состав ведомства МВД России. И по краю он перейдет на усиленный режим работы. На особом контроле безопасность детей. В этом году здравницы края примут порядка 780 тысяч ребят. Из них 200 тысяч из других регионов. Успешно ли пройдет высокий летний сезон в крае? Зависит от каждого. Подчеркнул сегодня губернатор, обращаясь к главам районов и представителям силовых структур. Но оценку в конечном счете поставят отдыхающие, которые уже готовы вернуться на кубанские курорты. У нас такого воздуха нет, во-первых, моря нет. И вообще здесь народ весь добродушный такой. Я вообще в восторге от Анапы, за ее чистоту и за ее оформление. Город очень чистый и есть много площадок детских, где отдохнуть, кафе, ресторанов. И люди очень доброжелательные. В целом город очень хорошо благоустроен. Все убирают, везде зеленые насаждения. Мне очень нравится. Еще более привлекательным для туристов Геринжик станет после реконструкции аэропорта. Новый аэровокзальный комплекс на курорте планируют открытие в конце 2021 года. Проект модернизации аэропорта губернатор Вениамин Кондратьев обсудил со старшим вице-президентом Банка ВТБ Юрием Молчановым. Воздушная гавань разместится на площади 9 тысяч квадратных метров. Аэропорт сможет обслуживать 890 пассажиров в час. Глава региона уверен, реализация этого инвестиционного проекта позволит Геринжику принимать еще больше туристов и выведет курортный город на международный уровень. Геринжик сегодня развивается. Сегодня это курорт, который принимает более 4 миллионов туристов в год. Конечно, мы стремимся сделать так, чтобы он был круглогодичным. Поэтому, конечно, стратегически важно, чтобы, конечно, аэропорт был современным. Сегодня мы обсуждаем не просто будущую стратегию, а стратегию, которая будет реализована в скоротечном периоде времени. И однозначно все, что зависит от края, от меня лично максимально окажем всяческое содействие для того, чтобы этот проект однозначно состоялся. Я уверен, что он состоится. Я сейчас посмотрел, какой будет аэровокзальный комплекс. Честно говоря, даже не верится, что такой комплекс может быть не то, что в Геринжике, а в целом в современном Краснодарском крае. И это я еще раз утвердил в мысли, что такой аэровокзальный комплекс должен быть у современнейшего курорта, комфортного, очень востребованного не только жителями края или страны, но и, конечно, и зарубежными отдыхающими. И мы сегодня делаем все, чтобы Геринжик стал таким курортом. На сегодняшний день у нас уже реализуется проектирование. И мы думаем, что мы до начала лета закончим стадию П и войдем в госэкспертизу. Это значит, что мы на конец года, уже этого года, планируем выход на площадку. И начало строительных работ мы планируем до февраля следующего года. Открытие терминала и запуск в эксплуатацию видим в конце 2021 года. Реконструкция аэропорта Геринжика позволит увеличить пассажиропоток до миллиона человек в год, отметили инвесторы. Помимо здания аэропорта будут построены служебно-технические помещения, парковки для автомобилей, стоянки для такси и междугородних автобусов. Соглашение о строительстве аэропорта в Геринжике своими подписями губернатор Кубани и президент Банка ВТБ закрепили уже на инвестиционном форуме в Сочи. Инвестиции примерно около 300 миллиардов рублей. Это огромный инвестиционный портфель, который Геринжик пока еще не видел ни в одном проекте. Это знаково сегодня и для Геринжика, и для побережья нашего Черноморского, ну и, конечно, и для всего края. На инвестфоруме в Сочи был представлен целый ряд проектов, которые направлены на развитие туризма и инфраструктуры курортных городов. Один из проектов – это дальнейшее развитие «Розы Хутор». Его реализацию Вениамин Кондратьев обсудил с генеральным директором горного курорта. Бизнесмен рассказал, что в планах не только расширить мировой курорт, но и создать совершенно новый – долина Васта. Вениамин Кондратьев отметил, важна, что горная местность теперь будет славиться не только горнолыжными трассами, ведь на «Розе Хутор» планируют развивать и бальнеологическое направление. Сегодня Красная Поляна в целом нуждается в развитии, потому что количество туристов год от года, отдыхающих, оно растет. Если мы сегодня будем максимально стараться еще и расширить спектр услуг, которые сегодня можно получить на нашем уже мировом курорте Красная Поляна, то я уверен, что их будет еще больше. В больном направлении мы о нем всегда говорим, и я еще раз хочу подчеркнуть, это принципиально для администрации края, для власти, в целом для страны важно, чтобы все-таки уделили внимание больному направлению. Возможности края сегодня с точки зрения отздоровления они не ограничены, просто нужно умело пользоваться этими ресурсами. Я не знаю, насколько он будет коммерчески окупаемым, но то, что он будет значимым и привлекательным для отдыхающих не только нашей страны, я уверен, и зарубежья, пусть даже ближнего, это однозначно. Безусловно, мы считаем, что это будет и интересно для туристов, и коммерчески тоже очень интересно. Почему? Ведь одна из проблем любого курорта это сезонность. Например, если вы берете море, то замечательно море летом. Если мы берем горнолыжную тему, она замечательно зимой. А когда мы говорим про бальнеологию, это работает круглый год, и особенно во вне сезона. И в этом смысле как раз я думаю, что мы не просто будем бальнеологию развивать, для нас это еще и будет определенная сборка, сбалансирование всей инфраструктуры, которая там находится. На курорте Роза Хутор ежегодно отдыхает порядка двух миллионов человек. Поэтому необходимо, чтобы возведение дополнительной инфраструктуры было максимально безопасным и экологичным, отметил губернатор. Ну а проект «Золотое кольцо Босфорского царства» на форуме в Сочи получил всероссийский статус. Я напомню, это межрегиональный туристический маршрут. Он был создан по инициативе Краснодарского края. Проект включен Ростуризмом в перечень десяти приоритетных маршрутов России. «Золотое кольцо Босфорского царства» – это туристический маршрут по местам, где в античное время располагались города древнего государства. Маршрут включает населенные пункты, расположенные в Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области. Туроператоры уже начали активные продажи по этому направлению. Ростовская область Те, кто по этому туристическому маршруту поедет, они же тоже потенциальные покупатели, в том числе того, что мы производим на Кубани. И в нашем крае сувенирные продукции, продукты питания. То есть, это так называемый мультипликативный эффект, который мы можем получить. Все точки притяжения с точки зрения туристической составляющей мы должны использовать. На инвестфоруме в Сочи регионы, через которые проходит маршрут Золотого кольца Босфорского царства, а также Ростуризм и Русское географическое общество подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Регионы намерены не соперничать в борьбе за туриста, а напротив сотрудничать, совместно развивая экономику всего Юга России. Детали уникального для Юга страны проекта Дмитрию Медведеву рассказал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев уверен, комплексный подход к развитию курортных территорий достал чок к развитию Азова Черноморского побережья. Предполагается, что маршрут Золотое кольцо Босфорского царства объединит 10 городов и поселков, где расположены античные артефакты. У нас есть уникальная возможность экономить в сфере центра Краснодарского края, этого Ростовского и Крыма сделать честь экономики. Проекты есть, как раз, Глазовое кольцо Босфорского царства. По большому счету, является маршрутом, который явно будет востребован сегодня отдыхающими, туристами, потому что, на самом деле, он объединяет, я уже сказал, четыре региона и максимально проложен по тем местам, которые являются исторической достопримечательностью уже юга России. Вы как-то хотите эти маршруты субсидировать или просто развивать дороги? Вы же смотрите, инфраструктура вся есть, потому что и Крымский мол даст, и используем то, что есть, и хороший фонд гостиниц и так далее. И что принципиально важно, мы не будем видеть туристов, все южные регионы объединяются, и экономика общая, абсолютно верная. Золотое кольцо Босфорского царства пример того, как в регионах грамотно используют свои сильные стороны. Детально сотрудничество между Крымом и Краснодарским краем руководители регионов обсудили на международном форуме в Ялте. Вениамин Кондратьев и Сергей Аксенов отметили, что туристов хватит и Крыму, и Кубани. Сегодня важно предлагать новые продукты для развития туризма. Решение есть и для развития маршрута Золотое кольцо Босфорского царства. На полях делового форума губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили развитие сотрудничества между регионами. Сегодня субъекты не просто соседи, они партнеры. Буквально год назад их связал Крымский мост. Уже в декабре будет запущено и железнодорожное движение. Нужно максимально использовать те преимущества, которые дает переправа для расширения экономических связей, отметил Вениамин Кондратьев. Мы не конкурируем, а мы дружески работаем в части того, чтобы привлечь туристов. То есть планы и мероприятия наши согласованы в данном случае. Мы уверены, что сегодня Крым и Краснодарский край это два субъекта Российской Федерации, у которых самая большая береговая линия с точки зрения южного региона и курортных возможностей. Поэтому у нас путь неразрывно связан. Вениамин Кондратьев, спасибо большое. Конечно, хватает для нас общих задач, и мы ищем инструменты, способы и сегодня решения. То, что, безусловно, хватит нам на точно два наших субъекта отдыхающих, туристов, если мы сможем найти новые точки роста, новые продукты, которые сможем предложить отдыхающим со всей страны и из Руежья в том числе. Вот тут стратегически, я думаю, что мы должны вместе и посотрудничать. Безусловно, что сегодня у Крыма, как и у Краснодарского края, появились свои бренды, очень мощные, востребованные. Это винные бренды. Поэтому мы должны защитить наших виноделов от суррогатного производства совсем не конкурентов, а тех, кто пытается уронить вот этот бренд, который сегодня уже бренд появился, вина Краснодарского края и вина, произведенного в Крыму. По туристическому маршруту Золотого кольца Баспорского царства, который объединяет Крым и Кубань, уже проехали первые туристы. Чтобы и дальше развивать направление, гостям края республики необходимо предлагать новые продукты. На встрече с главой Крыма Вениамин Кондратьев рассказал, что в исторический маршрут будут включены винодельческие предприятия Краснодарского края. Маршрут Баспорское царство это такой тур, новый тур, который себя будет включать, в том числе и дегустацию вина, который производится небольшими винодельнями, в том числе сыров, которые тоже производятся в Краснодарском крае. Это просто агротуризм, который можно будет показать, а у нас уже есть, что с вами показать. И безусловно, если мы сможем развить этот тур Баспорское царство, это тоже будет очень такой серьезный магнит для привлечения туристов, отдыхающих со всей страны и еще раз подчеркиваю, я думаю, что даже из-за рубежа. Конкурировать из-за туристов в соседней территории не собираются. Напротив, планируют искать новые точки роста и способы решения общих задач, которые сегодня стоят перед Кубанью и Крымом. Ну и я добавлю, что проект «Золотое кольцо» Баспорского царства отметили в Сочи престижной международной наградой в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. «Хрустальный компас» уникальный маршрут получил в одной из самых престижных номинаций признание общественности. Победа присуждалась по результатам народного голосования. За тур-маршрут свои голоса отдали более 20 тысяч человек. Включено два города в проект новых. Это город-курорт Сочи, где мы сегодня с вами находимся, и Таганрог Ростовской области. Кроме этого, запускается проект внутри проекта от Баспора к Византии, являясь историческим и логическим продолжением. Это разваленные византийских храмов и современные православные храмы на территории Крымского полуострова и города-курорта Сочи. Также запускается линейка маршрутов винной дороги Баспорского церкви. Ну и в продолжении темы развития туризма. Для привлечения отдыхающих в регион и увеличения туристского потока в Краснодарском крае работает краевая целевая программа, которая называется развитие санаторно-курортного и туристского комплекса. Ее курирует Министерство курортов туризма и олимпийского наследия Кубани. Цель программы создание благоприятных условий для развития курортов, в том числе их инвестиционной привлекательности. Кубань сегодня обладает всеми ресурсами, необходимыми для развития разных видов туризма. Сегодня важно предлагать отдыхающим не только пляжный отдых, но и экологический, познавательный туризм, горно-климатический, событийный, оздоровительный и агротуризм. Кстати, Краснодарский край сегодня единственный регион в России, который закрепил понятие сельский туризм на законодательном уровне. Основные достижения в этом виде туризма уже в пятый раз представили на выставке «Агротур». Она прошла в Краснодаре. Раз в год площадка перед законодательным собранием края меняет свой облик и становится своеобразной картой сельского туризма. Варианты провести свои выходные вне Черноморского побережья на любой вкус. От изготовления гончарных изделий до дегустации устриц. Губернатор Краснодарского края и спикер Кубанского парламента зашли в каждое подворье и пообщались с их хозяевами. Все 44 района подготовили экспозицию, где разместились мастера и сельхозпроизводители. Всего их около 500. Везде гостей встречают с особым радушием, с хлебом и солью. Именно такой теплый прием и ценят туристы со всей страны. Народные умельцы, сельхозпроизводители и фермерские хозяйства приезжают сюда не только себя показать, но и обменяться опытом с коллегами из других поселков и станиц. Владимир Мартыненко из Кущевского района на выставку приехал за туристами. Его альтернатива пляжному отдыху, охота и рыбалка. О своем проекте рассказывает губернатором. В его гостевой дом уже потянулись отдыхающие, но развивать дальше свое дело ему мешают бюрократические проволочки. Вениамин Кондратьев отметил, что тем, кто только начинает свой путь в сельском туризме, краевые власти готовы оказать поддержку. Курорты. Я уже говорил о том, что сегодня отдыхающих много, но все они на море. А мы должны хотя бы четвертую часть, ну пусть пятую, отвлечь на наши сельские территории, там, где мы хотим агротуризм создать. Мы должны быть первыми, которые дадут им не то, что спасательный круг, а дадут платформу, по которой они будут не барахтаться, а твердо идти, чтобы вы создавали те элементы агротуризма, которые будут магнитом для туристов со всей страны, ну и для нашего края. Деревенскую романтику все чаще предпочитают пятизвездочным отелям и морскому бризу. Одно из популярных направлений энергострономический туризм. Малые предприниматели делают в своих хуторах и поселках большое дело, открывают свои фермерские хозяйства и мастерские, которые в будущем занимают свое место в экскурсиях туроператоров. Краснодарский край сегодня единственный регион в стране, который законодательно закрепил понятие сельский туризм. Это позволяет наращивать поддержку и увеличивать гранты для хозяйств. Губернатор отметил, что для развития этого направления краевые власти и дальше будут создавать все условия. В рамках выставки агротур назвали лучшие подворья и фермерские хозяйства по итогам прошлого года. Сейчас в регионе продолжается подготовка к курортному сезону. Она идет по 15 направлениям, которые включены в региональный комплексный план, созданный по поручению губернатора. Приоритет – это безопасность и высокий уровень сервиса. Курорты региона должны отвечать всем требованиям современного туриста. Ведь деньги, потраченные отдыхающими со всей страны во время отдыха в регионе, это вложение в экономику края, в развитие ее туристского потенциала. Кстати, по итогам прошлого года в рейтинге развития туризма в регионах страны Краснодарский край занял второе место, уступив только Москве. Кубань в рейтинге стоит выше Московской области, Санкт-Петербурга и Крыма. Ну это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе. Будьте в курсе» всех событий, которыми живет город Сочи и наш регион. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова